Студенческий ТЭФИ в этом году проводился в третий раз и уже традиционно в Ростове-на-Дону. Участники конкурса это студенты российских вузов, получающие профессиональное образование в сфере телепроизводства. Так, студент Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Салават Мухаммадуллин принял участие в российском конкурсе и вернулся с ПЭСКи не с пустыми руками. Диплом Салавату вручили за информационный сюжет. Это не классический информационный сюжет, но информацию он несет. Это была работа от 18 сентября, когда у нас были выборы в Казани, вообще по всей России выборы государственные, думаю. И вот я делал сюжет про, вот дают же в Казани браслеты, какая ты голосуешь у тебя, то есть проезд в автобусе, еще где-то. И вот я делал сюжет про преимущества этого браслета и почему нужно идти на выборы. И вот как мне объяснил Дубров, почему работа понравилась, тем, что это обычный, так скажем, классический государственный заказ, то есть чтобы люди шли голосовать, и мне с командой удалось, так скажем, развернуть его не классический, вот берите браслет, вот так-то, так-то, а то сделать его интересным. У меня он весь состоит из стендапов. Салават уже не раз отправлял свои работы на конкурс студенческий ТЭФИ, но победу с собой так и не привозил. По его словам, сюжеты от остальных совсем ничем не отличались, были классическими. Сейчас же больше ценится неординарность и креативность в сюжетах. Надо просто думать и мыслить, и относиться к работе не просто о том, что, ну, очередная новость, надо сделать что-то, а нужно придумывать что-то новое, желательно заранее, уже когда едешь, знать, что ты будешь делать, а потом уже вносить коррективы, когда ты приедешь на место и увидишь там, допустим, не то, что ты ожидал. Гулять ты гулять по полной, в полный бак. Четвертая причина пойти на выборы – это скидки на заправках республики до трех, трех, трех процентов.